Немцы отмечают 35-ю годовщину падения Берлинской стены. 9 ноября 1989 года под нарастающим давлением общества, все больше недовольного коммунистическим режимом и вседозволенностью спецслужбы штазий, власти Германской Демократической Республики, были вынуждены открыть проход через контрольно-пропускные пункты на Берлинской стене, разделявшей находившейся под контролем коммунистов Восточный Берлин и Капиталистический Западный. Торжественные мероприятия по случаю годовщины падения Берлинской стены прошли в столице Германии с участием президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера, молодежи из ряда европейских стран, а также представителей международных движений и организаций, выступающих в защиту различных прав и свобод из Ирана, Беларуси, Грузии, Гонконга, из Кубы. Участники вложили розы во фрагменты останков стены. В часовне примирения, являющейся частью мемориала Берлинской стены, прошел молебен. В завершении были зажжены свечи. Перед нами открывалось светлое будущее в единой стране. И, дамы и господа, когда я снова вспоминаю те образы и атмосферу, я искренне желаю, чтобы, несмотря на все наши текущие проблемы, тревоги и вызовы, мы смогли вернуть то единство и настрой, которые были в 1989 году. Оптимизм, уверенность, сплоченность. Вот что тогда было важно в ноябре 1989-го. И это движение за свободу, которое мы пережили здесь, в Германии и в тогда еще разделенном Берлине, не было бы возможным без международных движений за свободу. Берлинская стена была одним из самых смертоносных сооружений в истории человечества. В ночь на 13 августа 1961 года солдаты Национальной народной армии ГДР начали возводить стены с колючей проволокой, отгораживая восточную часть Берлина, контролируемую просоветским режимом. Практически за ночь между двумя германскими государствами возникла непреодолимая граница длиной 156 километров. Руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт обещал в июне, что никто не намерен строить стену, однако уже в августе стена на границе стала реальностью. По словам партии СПГ, стена называлась антифашистским заградительным барьером и должна была остановить массовое бегство из ГДР, которое рассматривалось как подрывные действия Запада и торговля людьми. В архивах Министерства государственной безопасности ГДР Штази был найден письменный приказ, датированный 1 октября 1973 года, предписывающий стрелять на поражение по всем беглецам из ГДР, без исключения, включая детей. Всего за время существования стены при попытке бежать были убиты 245 человек, а через стену или по вырытым под ней вручную тоннелям удалось бежать 5000 восточных немцев. Каждый десятый беглец был солдатом, охранявшим границу между Востоком и Западом. Еще несколько сотен тысяч человек были посажены в тюрьмы за попытку побега на Запад, или даже просто по подозрению, что человек хочет сбежать. Среди критиков ГДР и оппозиционеров, арестованных Штази, самым молодым был Тим Эйзенлор. Когда он попал в тюрьму Министерства безопасности, ему было всего 14 лет. Меня зовут Тим Эйзенлор. В 87-м году, в возрасте 14 лет, я был самым молодым членом Берлинской экологической библиотеки, и меня арестовали в ходе облавы. Я был политически активен с раннего возраста. В 12 лет я вышел из организации «Тельмановские пионеры» и столкнулся с многочисленными разногласиями в школе. Когда я решил креститься и отказаться от церемонии Югендвайхе, я нашел единомышленников. Мы знали, что находимся под наблюдением и что может быть обыск. Мои родители разрешили мне ходить туда, несмотря на риски, посоветовав не давать показания без отца-юриста. Мы не ожидали, что это произойдет именно тогда. Спецслужба Штази решила обезглавить оппозицию, почему-то считая экологическую библиотеку в Восточном Берлине ее центром. Но они не смогли этого добиться. Мы не показывали страха, старались выглядеть уверенными, чтобы дать понять, что именно они нарушают закон. Теперь Бундестаг собирается принять закон о жертвах СЕПГ. Так называлось правящее в ГДР Компартии. Я настоятельно призываю Бундестаг принять этот закон, потому что у нас фактически есть консенсус. И особенно накануне 9 ноября мы должны выразить признательность тем, кто не согнулся, не удалился в свое частное пространство, как большинство граждан ГДР, которые вели правильную жизнь в неправильных условиях, тем, кто боролся и сделал возможным объединение Германии. Даже спустя десятилетия после демонтажа границы антифашистский защитный барьер, так Берлинскую стену лицемерно называли в советских и восточно-германских документах, остается символом жесткого разделения Востока и Запада, который длился 28 лет. 35 лет назад, осенью 89-го года, смелые граждане снесли железный занавес. Эту бесчеловечную границу, которая десятилетиями разделяла Европу на Восток и Запад. Я вспоминаю об этом здесь, в самом сердце Будапешта. Венгрия стала предвестником великих перемен. Уже весной 89-го года венгры осмелились перерезать колючую проволоку и разобрать западные пограничные сооружения. Незабываемый паноевропейский пикник летом 89-го года, когда граница с Австрией на несколько часов была открыта, позволив сотням граждан ГДР бежать. Когда мы празднуем падение стены в Берлине и по всей Германии в эти выходные, мы также отмечаем вклад наших центрально- и восточноевропейских соседей. Там были смелые профсоюзные деятели из «Солидарности» в Польше, поющие революционеры в Эстонии, Латвии и Литве, решительные мужчины и женщины в Венгрии, Чехословакии и других странах. И, конечно, протестующие по понедельникам в Лейпциге и других городах ГДР, которые имели мужество кричать «Мы – народ!», а позже «Мы – единый народ!». Победа свободы осенью, 89-го года, была победой всей Европы. Падение Берлинской стены 35 лет назад стало счастливым кульминацией общеевропейского процесса, счастливым днем, за который мы, немцы, благодарны до сих пор. Своей революцией 35 лет назад мирные революционеры достигли чего-то великого – объединенной, свободной и демократической Европы. Сейчас, когда мировая политическая обстановка столь напряженная, будь то Украина или Ближний Восток, вопросы климата или экономика, нам, европейцам, как никогда важно держаться вместе. Именно поэтому мы используем встречу европейского политического сообщества и глав государств и правительств ЕС здесь, в Будапеште, для укрепления этого единства. Наша общая история осенью 89-го года показывает, как мы можем достигать своих целей, стоя вместе за мир и свободу, за безопасность и процветание, за верховенство права и демократию. Мы, европейцы, можем считать себя счастливыми, что сегодня разделяем эти ценности. Ведь очевидно, что это не само собой разумеющееся, если посмотреть на нашу историю и мир вокруг. Поэтому послание революции свободы 89-го года актуально как никогда. Смелость, уверенность и сплоченность окупаются. Противостоянием друг другу мы ничего не достигнем, только вместе мы сильны. Через 35 лет после падения стены в Берлине мало что осталось от сооружения, некогда изменившего облик города. К наиболее известным памятным местам относятся разрисованные части стены в галерее East Side, мемориал на улице Бернауэр и бывший контрольно-пропускной пункт Чекпоинт Чарли. В течение нескольких месяцев после открытия границы около 160 километров укреплений было поэтапно разобрано. Мы видим огромный интерес к Берлинской стене, особенно к тем местам, где она сохранилась, и люди стремятся увидеть ее и узнать, что значит жить в разделенном Берлине. Восточная галерея ежегодно посещают более 4 миллионов человек со всего мира. Мы проводим небольшие художественные мероприятия с художниками галереи летом и получили положительный отклик. Мне кажется, очень важно помнить революцию, ведь это показало, что мирным путем можно разрушить границу, преодолеть стену и свергнуть диктатуру. Но для этого нужно, чтобы многие люди объединились и вышли на улицы, хотя политические процессы тоже играют важную роль. Важно, чтобы люди интересовались, были активными и участвовали в жизни общества. Особенно молодежи мы стараемся передать мысль участвуйте, выражайте свое мнение, говорите о том, что важно для вас. Даже если это вызывает споры, это важно. Так мы можем сохранить демократию, если будем все активны. Меньше чем через год после падения Берлинской стены ГДР и ФРГ объединились. В ходе переговоров западным союзникам удалось буквально выкупить Восточную Германию у доживавшего последние месяцы Советского Союза. За вывод войск СССР тогда получил 300 миллионов марок и неназванную сумму для поддержки одрехлевшей из-за низких цен на нефть советской экономики. 3 октября 1990 года ГДР, созданная в 1949 году по приказу Сталина, перестала существовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok